Во истинном слове! Мы пришли с великой миссией о самой высокой любви на земле поговорить, что Иисус Христос умер за грехи людей и зовет к покаянию. Без Бога нет жизни, а Иисус умер и воскрес для нашего оправдания. Создал Церковь свою, чтобы люди могли ходить на исповедь, жить по-божески. А тут поговорить не с кем-то. Блуд один. С садом. Я, конечно, прошу прощения, грешного такого, что я пиваю просто сегодня. У меня сегодня небольшой праздник, поэтому я бы хотел сегодня немножечко так... Ну, признаете, что над нами есть Бог? Конечно. И верите, что со смертью человека, видимой смертью жизнь не заканчивается? Я думаю, что нет. Ну, то есть человек умер, вот творят ему поминки, там, говорят со святыми у покой. То есть, или человек просто умер, в землю превратился, в лопух на могиле, или там новое начинается что-то? Это уже все зависит от того, как вам объяснить. Мне кажется, все зависит от того, как он себя изначально ведет, как он на это все настроен. Тот, кто скептически, тот и превратился в то, во что он верил правильно, в землю, в лопричество и тому подобное. А тот, кто верил в Господа Бога нашего, Спасителя, тот и, ну, и, так сказать, реинкарнирует, тот и превратился в то, во что он хочет. Я имею, ну, я так обыденным языком вам рассказываю, да, я вот так вот вижу это. Я понимаю то, что человек верующий, он никогда не умрет. Он всегда будет жить. Он будет жить, независимо где и независимо как он будет жить. Он будет жить, он будет существовать, он будет сосуществовать, не важно. Главное в ответ. Библия говорит о том, что всем нам надлежит, всем, предстать предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответствие тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Вот возьмите простой вопрос. Нигде в мире, нигде нету, чтобы так пили непрерывно люди все. А то чай, то что-то непрерывно пьют, курят, дымят. Почему? На экране. Вот видите, вы тоже начинают спрашивать, не знают ничего. Я не буду так греха, конечно, но это неправильно. Но я отвечу. Потому что блудный огонь пытаются залить, и гиенский огонь, который уготован. Они сами не понимают, это делают. А на ваш взгляд, какой итог-то всему тому, что происходит тут сейчас? Всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответствие на тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Господь говорит, и праведник пойдет в жизнь вечную, а грешники в муку вечную, с гиеной огненной, с дьяволом. Вот здесь гиена вся, блуд один, безобразие всякое. Иоанн Затаус говорит так. Несправедливость, которая на земле, это лучшее доказательство, что будет суд Божий. Раз Бог справедливый, а справедливости нет, значит, она в другом месте будет. На ваш взгляд, уже это не происходит. Мне кажется, на самом деле это уже происходит. Потому что, сами видите, сколько катапризмов, сколько людей погибает. Я думаю, что это все тоже неспроста. То же самое с погодой происходит. То есть, ну, как бы, все это воздается, на самом деле. Все вот эти деяния, грешные, они воздаются. Вот без Бога. Сейчас, в принципе, живет самое лучшее время. Без Бога. Я считаю, что все тому и доказательство, что вот, как бы, вот и все, вот, пожалуйста, сами доиграют. Без Бога жизни никакой нету. Человек живет одной минутой, а последствий не думает, даже на земле. И он сам себя обманывает на каждом шагу. Ничего не будет. Я атеист. Я без Бога. Он обманывает себя. Хотя внутри он понимает. Вот смотрите, за каждые две минуты вы начинаете пить. Вот мы сейчас расстанемся. И вы хоть маленько задумайтесь. Почему все время пьетесь здесь? Нигде нет этого. Вот мне Бог позволил преподавать в пяти университетах, одновременно 13 школ, во всех отделах милиции и воинских частях. По два часа. И я на кафедру никогда не позволил стакан воды поставить. Это неприятно. Там дисциплина. Да это все так сидят. Половина мужиков здесь голые лежат. Процентов 90 мусульмане. Самое блудливое все собралось сюда. Начнешь говорить такие важные слова о Боге. Ничего не надо. Обман один. Ложь и убийство. Знаете, чего больше всего удручает в кавычках? Я имею ввиду, что больше всего не нравится. Люди перед крещением в рюмку водки выпивают. Ну, перед тем, как окунуться в прорубь, да, там, рюмочку водки опустить. А зачем это нужно? Но зачем? К чему? Я сам, честно говоря, я верующий. Но я не окунался ни разу. Потому что я не хочу врать самому себе. Я не лицемер. Я признаю все свои ошибки и все свои грехи. И то, что я перед вами сижу выпивший, и то, что я курю, я согласен с этим. Я за это принесу свое. Вы в церковь-то ходите молиться? В церковь ходите молиться? Молиться не хожу, но... А как так? Раз, два, вместе. А вот церковь. Писание говорит, не пристанно молитесь, за все благодарите. Без молитвы человек шагу не может сделать. Он от всего зависим. Бог дал землю, дал воздух, дал солнце. Мы одного шага не можем сделать без Бога. А я не хожу, не молюсь. А Господь говорит, создам церковь, и врата, они одолеют ее. Евангелие от Матпея, 16-18. Библия предсказала события мира, которые 2000 лет назад никому неизвестны были, а Библия уже написала. 2000 лет. И мы знаем, как события будут развиваться. Возвещаем великую радость людям, что сошел Господь, восплотился от Девы Марии, умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. И всех зовет к покаянию, чтобы жили по-божески, а не по-свински. Если вы пожелаете узнать больше, можете зайти на наш YouTube-канал, у нас есть. 19 тысяч роликов только. Мы строим деревню православную с нуля. Нельзя пить, курить, материться, воровать. Вот зайдите на наш YouTube-канал. Во свете Библии называется. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Спасибо, зайду на ваш YouTube-канал обязательно. Во свете Библии. Свет от нее падает, от Библии. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Я понял, я понял. Так, если вы по скайпу знаете, скайп такая система. Я Игнатий Лапкин один на весь интернет. Вы сразу на меня выйдете. Я скину вам огромные ресурсы. Форум какой. Мэйл.ру. Там чего-то только нет. Сайт. На сайте там 43 книги, которые у меня написаны. 38 томов в бумажном варианте. Вам будет очень интересно. Там я отвечаю студентам, как я в пяти университетах вел занятия. 13 школ. Все отделы милиции, воинские части. Заводы и фабрики. Это Алтайский край. Мне Господь дал свидетельствовать. Сколько людей покаялось. Я первый в стране опубликовал архипелаг ГУЛАГ. Брал интервью репрессированных. Ну и власть отреагировала. Я только в 87-м освободился. Как же вы здесь сидите в этом чате и переносите всех из людей? Мне интересно. У вас терпение такое? У вас какие-то вопросы? Да. Как вы тут сидите и разговариваете с людьми? Тут же люди все немножко... Да не немножко, блудилища Содом и Гамора. Что скрашивать-то? Здесь кроме блуда ничего нету. Да. Я пятый месяц нахожусь. Пятый месяц. Есть просто очень много злых людей и агрессивных, которые ругаются. Причем зря. Да. Мы пришли сюда, чтобы возвестить радостную весть. И примерно уже человек 650, которые откликнулись на то, что я говорю за это время. Некоторые говорят, а мы давно на вашем канале, такие встречаются. Узнают меня, только увидят и здороваются. Наш канал не имеет равных в мировой практике. Все стороны жизни охвачены. У нас непрерывно идет работа. Вот Господь позволил, у меня книги вышли. А что дальше-то? Я узнал, библиотеки ничего приобрести не могут. И Бог, я верю, я молюсь. И Господь ответил мне. Подарить. И мы в Барнауле, же Малтайский край, мы доехали, команда, доехали до Владивостока. Все районные центры и города. И до Лиссабона. Прибалтика, Скандинавия, север Турции. 650 библиотек посетили. Сделали подарок на 35 миллионов рублей. Вот конкретно. Слово проблемы, американизм, я и выбросил. Заменяю словом нерешенный вопрос. В стране погублено 31 тысяча сел, деревень. Это то, что образует государство. Мы взяли землю, получили статус официально. Строим храм, школу, дороги. Пруды восстановили, зарыбили все. Государство ни рубля не вложило за 28 лет. Мне Бог позволил создать детский лагерь. Необыкновенный. Подъем ранее в 5 утра. Тысячи детей подняли. 48 лет я начальник его. 48. Из них три в особом формате. И государство ни рубля не вложило. Нам есть что показать. Вот нерешенный вопрос. Он решается просто. Если мы все будем делать. Тут говорят, евреи все захватили. В стране евреи, евреи. Ну и что евреи? Что ты сделал? Ну надо бороться с ними. Я говорю, надо. Оружие знаете какое? Любовь. Помнить это семье аврамов. Никогда их не проклинать. А благословлять. Ко мне привезли еврея. Показать. Он чистопородный еврей. Наум Израилевич. Он обратился. Через три часа стал православным. А теперь православный батюшка. В городе Тбилиси служит. Видите? Вопрос, вопрос. Так что? Его надо делать? Вопрос-то. До дела доводить? Не жадничать. Жить скромно. Вот тут много мусульман. И они. А вы свинину и не едите? А не свинью и не едите? Я говорю, мы вообще мяса не едим. Совсем? Ну да. А почему? Бедные. Воздерживаемся. Не полезно. И вот начнешь говорить. А я мусульманин. Я говорю, тогда эту книгу ты должен знать, наверное. Ты должен уметь читать. Ни один не просчитает. У меня вон на полке стоит Коран. Я бы считал. Ну вот. Вот я говорю, а ты прочитай пятая сура. 47-й, 66-й аят. О чем говорят? Они говорят, что мы, христиане, евреи, люди Писания. Седьмой век. Другого Писания-то не было. Писание одно. Нам данный жил Евангелие. Так и есть. Ну, Коран тоже самое говорит, что и Новый Завет. Говорят, расхождения-то почти нет. У меня один том написанный. Сравнение Корана, каждой буквы с Новым Заветом. Расхождение. Расхождение. 5216. Как это называется, ваша работа? Работа называется так. Если вы зайдете в сайт Игнатия Лапкина. Сайт. Через Гугл. И там вы увидите книги и 18-й том. Открытым оком. Книги все называются Открытым оком. 303 тома. Каждый том 752 страницы. Это не брошюрки. Я там разбираю 3 тома, посвященные иудеям, евреям. Что за 3600 лет было сказано, что сделали. Это огромный исторический пласт поднятый. А, это я об евреях говорю. А мусульмане за 1300 лет, что было сказано, сделано ими. Это капитальнейшие труды. По ним диссертации защищают. Вот у меня одна книга, там есть, кисленого православия. 40 лет потратил на нее. Собирал материалы. Там ссылки на материалы. Там моих-то слов-то почти нет. Только связующие. Вот мне студент задает вопрос. Я понял. Я посчитаю, спасибо. Да, ну с Богом. Вас как звать-то? Евгений меня зовут. Евгений? Это знаете, как бы избранный, почтенный, высокородный. Вы отвечаете своему имени. Мелощью, глупостью никогда не занимайтесь. Ты в честь святого Евгения назван. Цени это. Бог в помощь. Да благословит тебя Господь Евгений. До свидания. До свидания.